дорогие друзья всем добрый вечер сегодня мы начинаем курс наших лекций о композиторах и первый композитор которым я буду вам рассказывать это иоганн сибасен бах этот композитор для меня как сказать особенную роль играет в моей жизни потому что я являюсь лауреатом международного конкурса имени баха и играть баха скажу вам это особое удовольствие потому что разгадывать его ребусы и как звучат его многоголосия это очень увлекательное занятие сейчас я бы хотела вас вести коротко в его биографию и рассказать и самых таких известных и интересных фактах его биографии бах потерял родителей когда ему было 78 лет вначале умер его мама умерла потом отец и его воспитывал его брат вообще иоганн родился в музыкальной семье и первым его учителем был его старший брат у баха было восемь братьев и сестер причем он являлся самым младшим в семье и представляете вот он вырос как самым талантливым несмотря на то что это не родители его обучали музыки вот как родился вундеркин его предки на протяжении многих поколений были музыкантами либо занимались музыкой то есть даже его братья и сестры и впоследствии дети самого и агана они они были все тоже музыкантами в то время было очень престижно быть там два дворцов двору дворцовым музыкантом либо органистом и в то время как раз зарождалась музыка стиль в которой вот скажем мы его знаем как баха жизни а жизни иоганна себастина баха вышла около двух десятков документальных фильмов это фигуры которая интересна абсолютно всем и что не только как музыкантам которые когда учат его произведения они следят за голосами за полифоне это очень интересно но также и для просто историков потому что с баха я бы сказала началась музыкальная эпоха культура иоганнти бастин бак кстати писал во всех жанрах музыкальных у него встречаются суеты и кантаты прелюдии таккаты инвенции он писал для очень многих инструментов музыку не только для органа есть произведения для виолончели для флейты для скрипки он также сам владел очень многими музыкальными инструментами и даже вот когда он умер он оставил большое наследие музыкальных инструментов так дети композитора также пошли по его стопам как я уже говорила но они не добились таких высот и конечно на них на некоторых детях и гениев как сказать талант не так проявляется хотя они все раз все равно молодцы добились достаточно больших успехов в германии установлено около 11 памятников баху композитором который очень важен для этой страны потому что он умер например в лептике родился и он владел немецким языком совершенстве потому что это его родной язык но также он говорил некоторых других языках тоже в середине 18 века в германии было создано баховское общество которое занималось исследованием его биографии и творчество и после 50 лет то есть они за 50 лет справились этой задачей общество распалась вот и оставилось конечно большое наследие книг биографии творчестве бахом музыка была запущена в космос она содержится на том самом знаменитом золотом диске который отправился в бесконечное путешествие между звездами на космическом аппарате и это уникально потому что больше таких композиторов чьего произведения были в космосе их нет является также баха самым лучшим композитором в истории человечества по версии популярного издания new york times хочу сказать что обычно гении они творческие люди очень своеобразные и бах не является исключением например у него был очень вспыльчивый характер и когда он возмущался и ругался он проклинал своих подчиненных и даже заниматься рукоприкладством то есть в этом нет ничего такого удивительного потому что обычно все творческие личности они очень эмоциональные иначе вы у них не получалось писать так талантливую музыку на мой взгляд будучи человек человеком прогрессивных взглядов иоганн бах постарался чтобы к церковному пению допускались не только мужчины но и женщины и это случилось вот впервые при днем раньше в хоре пели только мужчины о творчестве баха очень высоко отзывался другой композитор бетховен как раз о бетховене мы поговорим уже в эту субботу вот ну вот бетховен очень ценил творчество бахом также из писателей например гетте считал баха своим любимым композитором вот что его музыка помогает ощутить гармонию с самим собой я в общем полностью согласна потому что когда исполняешь бахом обычно это как приближает себя к церкви богу потому что в основном музыка была органная и на сегодняшний на тот момент не было фортепиано в современном его виде то есть прикосновение звучания всех произведения было совершенно другое и конечно когда мы исполняем баха мы должны обязательно по определенному прикасаться должно быть нам легатым легат это значит когда вы прикасаетесь клавишем не отрывисто и не связано а вот просто вот прикасаетесь руку вот так понимаете то есть есть должна быть прослеживаться мелодия линия например фугах баха очень слышно когда начинает один голос продолжает другой голос как у них происходит развитие и как они переплетаются это очень интересный момент сегодня вам будет предоставлена возможность услышать как раз об этом течение жизни бах сочинил более 1000 музыкальных произведений вы только вслушайтесь в эту цифру 1000 произведений это очень много я считаю то есть я даже не знаю кто еще из других композиторов мог бы сочиниться такое количество произведений вот он был исполнитель на органе как самый виртуозный организм в истории музыки про орган хотела бы отметить также поскольку я являюсь лауреатом органной музыки свое время я научилась выбрала это как факультатив в школе при консерватории игру на органе так вот орган когда вы играете вы должны сидеть на попе в таком положении как сказать подвешенном то есть у вас нет нигде опоры кроме как вот ваш позвоночник это ваша опора у вас как минимум перед вами находятся две клавиатуры помимо этого по бокам находится очень много разных кнопочек рычажков и так далее которые регулируют тембр тон громкость регистры разные чем больше орган тема сложнее самому органисту справляться и играть на нем поэтому приходится иногда вот в огром когда огромные органы там несколько тысяч труб тогда должен находиться рядом другой человек который будет помогать все это делать и он точно также смотрит в ноты и знает когда нужно там что нажать вот так же вы играете ногами это очень хорошее упражнение как чтобы держать вас форме то есть игра на органе у имеет очень много плюсов и в основном ногами исполняются самые длинные звуки которые держат долго орган может содержать несколько тысяч труб может быть маленькие может быть вообще без труб они бывают сейчас даже электронные как электронные пиамина но самый лучший конечно это настоящий когда музыку писали ноты для органа они выглядят там находятся не две строчки а целых три строчки одна нижняя строчка идет для ваших ног потом для левой руки потом для правой руки вот такой короткий обзор как играть на органе поэтому действительно быть профессиональным органистом это достаточно сложно потому что нужно тренировать вот эту всю координацию и представьте себе мало того что у вас все ваши конечности задействованы в игре плюс еще нужно знать когда мне надо что нажать вытащить там педаль еще определенную нажать для звука потому что на органе вы не можете делать звук громче или тише там это не зависит от прикосновения это все зависит от того какие кнопочки вы нажмете вот на себя свою жизнь иоганн себастенбах написала произведение во всех жанрах кроме оперы пристрастия в еде у него были довольно своеобразные например он любил полакомиться селедочными головами а также из его жизни иоганны очень любил спать под музыку хочу сказать что это под классическую музыку под спокойную лирическую я бы тоже была не прочь поспать потому что она убаюкивает расслабляет и это приятно бах за свою жизнь успел пожить в восьми городах но никогда не покидал родной страны надолго в общем он был путешественников и он рао он ездил и работал в разных городах придворным музыкантом и даже есть один инцидент один наниматель настолько не хотел отпускать его после заключения контракта что нажаловался на баха в полицию и в результате композитор просидел под арестом почти месяц вот такие делали раньше пакости чтобы наслаждаться побольше музыкой его и его присутствием ну очень довольно забавно не могу себе представить чтобы сейчас кто-нибудь нажал все в полицию и там кого то вот пианиста меня арестовали на месяц чтобы слушать вот игру ну вот в то время вот такие вот делали вещи у него баха был не только абсолютный слух но и невероятная память хочу сказать что слух абсолютный с ним либо рождаются либо его разбивают мне повезло у меня абсолютный слух с рождения это когда вы слышите например чириканье птичек и вы можете сказать с точностью что это за нота или вот вы слышите звуки например когда я преподаю школе я выхожу из кабинета я все равно с краем уха слышу что же происходит и что играет ученик так вот когда он нажимает не ту клавишу или что-то происходит не то я могу крикнуть через стенку и сказать ты там играешь не ту ноту и какую ноту нужно сыграть это называется абсолютный слух его можно развивать разными методами с помощью диктантов прослушивания все время тонов и так далее то есть пределы совершенства не это конечно главное желание но поймите поскольку мы все очень много учим наизусть на сегодняшний день исполнители память конечно же у нас тоже хорошо развита потому что выучить наизусть объем концерта который длится 40 минут или два часа но представьте себе это как учить стихи наизусть под плюс вам помогает еще зрительная память то есть она откладывается у вас поэтому у нас также очень хорошо развита зрительная память вот но в то время у когда жил бах они не учили наизусть они подбирали по слуху и вот баку было достаточно прослушать один раз произведение какое-то и он мог его сесть и сыграть и это не то что одну мелодию просто пропеть а это именно исполнить произведение вот как будто сегодня например мы слышим по радио там не знаю какое-нибудь сочинение и вот я приду к фортепиано и его сыграю это это большая редкость и причем с одного раза в школах музыкальных обычно мы пишем диктанты это всего одна строчка мелодия буквально там 8 тактов очень коротенькая и всего один голос это его играют несколько раз чтобы ребенок запомнил а вот бах мог сыграть это все с первого раза мир увидел биографию аганна себастина баха в начале девятнадцатого века благодаря другому композитору который является ее автором автор биографии баха является иоганна форки хочу также сказать что когда бах умер его могила затерялась и она была обретена только после несколько лет прошло даже очень много и музыка его хорошо она тоже была он считался старомодным и она как бы отошла на второй план но на сегодняшний день она является как самый-самый известный хочу также сказать что бахом ослеп концу своей жизни ему делали две операции на глазах врач который делал операцию на сегодняшний день считается шарлатаном и вот он наслеп и у него возникли осложнения и думают многие что он умер именно вот от этого к сожалению что глаза но повлияли вот помимо родного немецкого бах свободно владел французским и английскими языками любимым композитором баха был дитрих буксты худа и однажды бах даже прошел пешком полсотни километров чтобы попасть на концерт любимого композитора представляете также бах был человеком верующим и богобоязненным и всю жизнь он исправно посещал церковные службы композитор был жена дважды его самая известная жена это анна магдалена который даже есть сборник произведений которые так называются нотной тетради на магдалены бах вот у него было 20 детей представьте себе целых 20 это очень много но в то время смертность была очень высокой и не все дети выжили конечно только 12 а первой супругой баха была его собственная кузина вот что тоже очень необычно хотя в то время приветствовали такие браки это было нормально любимый музыкальный инструмент естественно был орган и именно для него он написал большинство своих произведений вот что и выезжая еще хотела сказать об ахе ну я расскажу про про том с кем он сотрудничал они при лонусе бах принимал у себя в доме очень много друзей и музыкантов частыми гость гостями были придворные музыканты из дрездена берлина и других городов в том числе телеман крестный отец карла филиппа эммануила интересно что георг фридрик гендель одногодка баха из гали это 50 гали находится в 50 километрах от липцига никогда не встречался с бахом хотя бах дважды в жизни пытался с ним встретиться и судьбы этих двух композиторов были соединены одним человеком который оперировал обоих незадолго до смерти это вот как раз тот случай про который вам рассказываю про глаза вот теперь расскажу про творчество сегодня я вам исполнил французскую суету у баха есть шесть английских сует и есть шесть французских сует это то что касается свет для вот фортепьяно каждая суета состоит из шести частей каждая часть это танец это классический набор танцев начинается он всегда алиманда и заканчивается жигой вот вы услышите шесть шесть танцев из французской суеты итак наслаждайтесь а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ансамбле и музыку для отдельных инструментов например есть три сонаты три партии ты для со для скрипки соло шестью и для виолончели партия для флейты соло который считается одним из самых глубоких творений композитора также он написал произведение для людьми трио сонаты для солирующей плиты виолы и наиболее значимые примеры есть это циклы искусство фуги и музыкальное приношение бах также написала много произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов одни самых известных это бренденбургские концерты они так были названы потому что бах послав их людвигу бренденбургу 1721 году подумал получить работу при его дворе и но к сожалению эта попытка оказалась безуспешной но вот эти вот произведения теперь носят название фамилию этого человека это шесть концертов написаны в жанре черта гроз там вот у также он написал есть клавированные концерты которые исполняются очень достаточно известно но они коротенькие где-то идут по 10 минут вот есть тройной концерт для минор для флейты скрипки клавесина и струнных это какой-то такой необычный что несколько солирующих инструментов есть например концерт еще также для четырех клавесинов вот вокальные произведения есть это кантаты и много ну вот ну да это церковные кантаты и страсти например страсти по мат по матвею по иоанну праздник для хора и оркестра вот есть также оратория и как сказать при жизни последние года баха его популярность начала уменьшаться потому что его считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом и его только ну вот помнили как педагога и отца бахов младших первую очередь карла филиппа которая на то время начала уже быть известнее чем самого баха но слава богу к нам это у нас все это осталось и в заключении я хотела бы вам сыграть при самую первую прелюдию и фугу до мажор я еще называют авамария из первого тома хтк хорошо температура клавира наслаждайтесь а и а и 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 а я желаю всем хорошего вечера и увидимся в субботу уже с битковиным пока